Слушайте, ну прям встал идеально, смотрите, только вниз что-то вот так шатается, в разные стороны так удыхается, и все, не знаю, посмотрим. Слушайте, ну самим бы не перепутать, а то так сядешь и вот на кошачий этот лоток. Ну что, убрала я крышку вот эту, вообще классный туалет вот этот, дно поставила в туалете, так она уже пошла, пошла, пошла. Вообще классный туалет, начала про туалет говорить, классный, закрытый, но мне нравится, лоток чем открытый. Ну и пора вообще его выкидывать, потому что дно уже ее мочой так все разъела, пора уже выкидывать. Верхушка-то нормально, а дно-то уже все разъедает, что-то не уходит. Что, Нефисточка? Может, сразу на унитазик? Правда, всю дульку я убрала. Молодец. Скажи, я осваиваюсь, приоткрывать будем просто ее вот так на ночь, чтобы она сама могла ходить туда. Надо туда какую-то распорку поставить, чтобы не закрывали, а то она будет же бедная. Мучится, сходить не сможет в туалет. Я правильно говорю? О, правильно говорю? Что-то ничего не пойму, что-то у вас. Ну и чердак этот явно уже давит. Другой чердак покупать я не вижу смысла, но вот этот потолок ей давит раз. Постоянно просит ей открыть. Да, Нефис? В туалетик не хочешь? В туалетик тебе будешь ходить? Сначала туда, на молоток, а потом, может, на унитазик? А? Киса? Главное, чтобы не надела делов мимо унитазика. В коридоре потом. Будет закрыта дверь, и все, и капут забудем, закроем. Вот так, у нас она-то не откроет, надо что-то придумать. Какую-то распорку поставить, что ли, не знаю, что ей придумать. Кстати, где-то я видела в Америке, что ли, делают специальную дырку для окошек, для собак, в двери прямо. Ну, чтобы вот так вот не открывать. Она раз, зашла туда, чик-чик, и все. Кошечка такая же, вот как здесь, блутыхается. Киса. Пошла. А, понюхала такая. Че? Фисочка, туалет тут. Киса, тут туалет, ты забыла? Киса. Мне кажется, она перепутает, будет потом на ванну ходить. У меня закончилась фольга, и я ее забыла купить. Вот, теперь проблема. Поставила свеклу в духовку, да. Я думаю, теперь она не будет такая сочная. Ну, я запекла ее. Поставила запекаться свеклу. Думаю, что она не будет такая сочная теперь. На салат хотела завтра сделать. Потому что сегодня у меня уже будет красный перец. Вот, пожалуйста, один. Потому что больше нет. Ну, есть, конечно, все лечо. И баклажаны я вот замочила в воде холодной. Сейчас я их обмажу маслом. Посолью. О, нет, солить я не буду. Просто со своим соусом полью. И чили еще обмажу. И поставлю в духовку запекаться. Вкуснятина неимоверная. И вытащила из духовки сейчас куриную гуру. Грудку я сначала отбила. Три филешки у меня было. Я ее отбила. Ну, пообрезала, конечно, лишние детальки у курицы. Ну, как детальки. Завтра на салат немножечко там поотрезала. И вот у меня получилось три стейка куриных. Я их отбила, посолила. Добавила прованские травы, чеснок. Ну, чуть-чуть посыпала крахмалом кукурузным. Обжарила с двух сторон и поставила в духовку на 15 минут. Я надеюсь, что она сочная. Столько здесь из нее вкуснятинки вышло. Сейчас она такая сочная. Чувствую, что она очень вкусная получится. Вот сейчас я запеку овощи. И вот, наверное, сварю немножечко киноа. Потому что... Или картошку, пацанам, сварить. Я, наверное, не буду уже больше углевода сегодня есть. Я сейчас пацанам сварю картошку, наверное, а сама овощами закинусь. Хотя можно было и кино себе творить немножечко. Чуть-чуть. Да, не помешало бы. Вот такая вот сочненькая грудка получилась. Смотрите, какая вау! Ну, сочная, не сухая. Это факт. Вот. И вот сейчас я займусь баклажанчиками. Пришел Артемка. Предлагает мне тут на Валбере заказать ему вот такую балаклаву. Я-то думала, что полностью закрытый ему надо. В смысле, не закрытый, а, ну, чтобы лицо видно было. А ему кажется, вот такую надо. Не знаю, Тёма. Сейчас папа будет долго надо мной ржать над тобой. Зачем такую ерунду? И что, так будешь в школу ходить? Нет. Или гулять ходить? Гулять. А к тебе никто не узнает же ведь. Вот и всё. А зачем это надо? А чё? Ну, зачем? Не хочу. Сижу, жду Лёшку. Он, оказывается, по магазинам шарится. Ну, он любит у нас магазины и техники. Вот. Хлебом не кормим. По запчастям дай походить по магазинам с техникой. Тёмка отказался есть. Вот. Я всё приготовила. Овощи поела. Сначала съела курицу с кино. О, Лёха пришёл. А я закончила уже. Давай, Лёша, тебе тоже такую балаклаву купим. Я куплю. Ведь тебе пойдёт. Будешь. Вот так у балаклави. Да говорю, смысл какой? Я говорю, возьми шапку, выверни из-за нанку, да и дырки вырежи. Фациональность какая. И моя кисточка. Кисточка твоя где-то ходит, не знаю. Почему дверь не закрыла? Специально, чтобы она ходила туда. Чё, теперь закрывать-то нельзя теперь? А? Закрывать нельзя теперь всё. Ну, как нельзя. Будет тебе нараспашку теперь сортировать у нас. Чё купил, покажи. На диск купил. Такой маленький. Я там думала, диск такая дура, там, наверное, трёхметровый. На трёхметровом вообще ничего не весит. А зачем диск купил, расскажи. А там тормозный, он же старый уже. Угу. А это чё такое? Батарейки какие-то. А чё разные какие-то? Надоел уже покупать. А чё разные какие-то? Ну, они маленькие, другие были. А, это которые заряжать можно, вот эти, да? Угу. А это мизинчиком просто. Угу. А чё, больше не взяла, было больше брать. А, слушайте, классный вот этот гель. У меня мышцы подвывала, я вот им намазала, и всё. И боли как не было. Ну, в общем, супер. Я вот сейчас думала, может быть, мне сделать ногти. Да, наверное, сегодня займусь ногтями, потому что вот здесь всё как бы нормально, здесь ничего не отслоилось у меня, вот на этом ногте. Вообще, у меня вот этот указательный палец, он круглый. Ногтевая пластина сама, форма ногтя такая круглая. Вот, и когда делаешь квадратные ногти, то ноготь загибается вовнутрь, вот, при отрастании. И вот здесь у меня отслойка идёт. А так вообще все ногти нормальные, можно было бы ещё ходить, конечно, запросто неделю, а то и две. Не, ну там уже опасно, там уже отрастает, когда можно сломать ногти, лучше не надо. Тёмка играет, Лёшка сейчас там с компьютером она будет заниматься. Передача будет смотреть свой, там, футбол, волейбол. Я сяду сейчас здесь спокойненько, вхожу здесь, Ютуб у меня на кухне показывает, и буду себе ноготочечки пилить. Время сейчас с полдевятого, а как раз я думаю, что да, сейчас ночью я, наверное, всё сделаю. Блин, что-то я поздно. Двадцать минут десятого, пока Артёма накормила, вот тут ходил, каждого накормила. Ну как накормила? Подождала, пока не накормится. Вот. Вот, так что сейчас я покрытие уже сняла, всё. Сейчас я буду укреплять свои ноготочки, завтра, наверное, буду их красить. Да, растяну удовольствие на два дня. Вот, потому что не буду торопиться, тихонечко, спокойненько буду делать. Так, сейчас покажу, что Лёшка делает. Вот, Лёша делать решил ноутбук. Да, Лёш? Да, определённый ход, дошёл дальше, не надо. Вот Артёма тут сидит, вот, режется с Анфисой, тут отдыхает. Телевизор на фоне них там. Вечерний чай, Артёма, вечерний чай. Так, у меня всё готово. Я укрепила ногти, две руки. И, как говорила, время, ну, почти час. Сейчас ещё смонтирую вложик, потому что в планах у меня было сегодня вложик сделать. Надо сейчас убрать здесь меня, помыть сковороду. И убрать картошечку. Завтра её поджарим. Вот, будет вкусненько. Стою, завтрак готовлю. Творожные вафли здесь у меня. Набодяжила на 500 грамм творога аж тесто. Вот стою, жду. Лёшка уехала к маме своей. Там люстру надо купить, обои. Вот, уехала, нет его. Вот такие делишки. А у меня всё нормально, ничего не болит уже. Всё ок. Ногти ещё не доделала. Ну, буду доделать. Ну, вот. Ещё надо подпилить там кое-где. Так что, такие делишки. Вафли обожаю. Творожные люблю. Вкусненькие получаются. Но вот единственное, что выскакивает у меня тесто. Тут же есть ещё сода. Распирает прям. И всё выскакивает по бокам везде. Надо меньше класть, наверное. А то я, видите, прям ровно и делаю, чтобы они у меня прям... Вафли так вафли получилось. Буду делать меньше. Писа, ты не моя смотришь? Там видео рендерится. Там озвучила кусочек. Он видит, там котынка, видимо, дёргает со мной, смотрит. Солуха какая-то к лица на ней. Вон, Писа. Писечка. Ты живая? Молодец. Молодец. Ой, соскучился папа, сколько скучешек принёс. Ой, цветочки для девочки, смотри. Для девочки цветочки, смотри. Да погоди ты мне. Ну, Лёша, открой её. Не возможно её, потому что она любит. 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 Любит она. Она любит цветочки. Ой, цветочки. Видите, как она их любит. Ой, ой. Корм подъехал. Корм подъехал ещё. Корм подъехал. Корм подъехал. Корм подъехал. Доделала наконец-то маникюн. Вот такой вот получился чёрный. И ещё добавила декор. Декор. Ну, прикольно. Ребята, меня сейчас распирает. Просто я решила взять просто камеру, рассказать, что там со мной произошло. Сейчас в ванной просто. Я думала, я сейчас просто там умру. Просто все маты мира, от которых я знаю, я сейчас там вспомнила. Это просто какой-то ужас. Ну и... Как у меня отвалилось. Нет. Я думала, что она реально у меня отвалится. Вот в серьёзном говорю. В общем, травматолог мне сказал, что через два дня, чтобы я сняла тейп. Ну, в общем, я это... Сейчас там дело минут 30. Это... Это ужас. Если вы когда-нибудь столкнетесь с тейпом, знайте, что вам ещё надо будет его как-то не только приклеить, но ещё и снимать. Ну, в общем, я сначала в интернете посмотрела, как снимать тейп. Написано, ну, не пробуйте водой там мочить, написано, пробуйте маслом. Ну, я, естественно, полбутылки масла вылила, там у меня масло абрикосовое. Я сразу водой не мочила, сразу жжжж, к себе маслом полила, значит, я думаю, сейчас я сниму. И начала дянуть. У тебя это больно. Это такое ощущение, как будто я снимала застаревший скотч. Да не то чтобы с себя, а знаете, как снимать скотч застаревший, который был под солнцем, и его просто снять с холодильника нужно, например. Ну, это ужасно. Это невозможно просто. Я ещё прочитала, написано, нужен специальный спрей, чтобы снять этот тейп. Слушайте, я реально готова сейчас этот купить. У меня реально сейчас ночь, и негде это всё это сделать, понимаете? Я сейчас, ну, сначала первый сняла, написано по росту шерсти, ну, по росту волосу надо снимать, а не против, как обычно депиляцию делают. Депиляция же это больно. Такое ощущение, что это депиляция без обезболивания была. Это ужасно просто. Особенно, знаете, тут-то ещё фигня на плече. Ну, то есть, вот здесь вот на груди было легко снять. Вот где грудь, там кожа очень нежная, вот здесь вот, где тейп заходит, ну, под подмышку, там такая кожа нежная. Это так тянулось. Я думала, сейчас умру просто. А я ещё взяла дуру, когда вот как раз подошла к груди, и думаю, сейчас-ка я кипяточком полю. Полила кипяточком, это всё намертво. Вот так ощущение, как будто он в этот момент сцепляется, этот тейп. Наоборот, клей этот остаётся на коже. И потом я ещё клей этот скатывала, стояла маслом, стояла так вот этим занималась. Думаю, господи, что за ужас. И знаете, я что вспомнила? Горчичники. Помните, в детстве нам вставили горчичники? Как мне мама одирала этот горчичник, и как я орала. Я вспомнила своё детство. Я сумасшедшая, как мне на груди, и на, ну, сзади ещё клеила мне мама. Я помню, так, Лена, приготовься. Я такая, ой, мама, не надо. Она, лад, знаете, со всей дури, как мне сдирала эти горчичники. Это вообще просто, это адовый ад. И знаете, материал, походу, точно такой же, как на горчичниках. Я теперь боюсь заново клеить. Этот тейп не страшно, мне просто очень страшно, я боюсь. этот просто процесс снятия, это ужасно просто. Это просто, это кошмар. Я не знаю, что, как быть, как жить теперь. Там у меня осталась полоска широкая, ну, вот как раз ещё раз наклеить. Я её, наверное, разделю вот так вдоль, напополам, потому что широкая часть это просто адоват. Теперь я понимаю, что такое тейп, и реально он работает, реально он спасает тейп. Это, это, это ужас. Ну, горчичник, настоящий горчичник. У горчичника, наверное, даже, возможно, и такая сцепка. Хотя, возможно, и такая же сцепка, мне почему-то. Серьёзно, у меня здесь всё прям покраснело, я думала, у меня течка оторвётся, я просто сейчас оторву, думаю, всё, у меня не будет её. У меня такие, блядь, такие просто ощущения, просто сумасшествия, просто хотела сарать там, но так как ночью, ни кто не орёт, ни кто подумает. В общем, ребята, какая отсюда произошла история, так что знаю, что такое тейп, что такое заниматься хардкором, спортом. В общем, я испытала новое ощущение в своей жизни, которое я ещё никогда не испытывала. В общем, на этом всё. Травматолог мне сказал, что два дня походи с этим тейпом, потом снимешь, ну и по-нормальному приклеишь, как вот он сказал, якоря на плечо сюда завести надо будет. И знаете что? Знаете что? А вово всем кидается. Кто? Травматолог. Нет, нормально, он вообще, кстати, классный парень, у меня столько письма, нормально. Так, что-то ещё хотела, ты мне смысле сбил ещё, хотела сказать. А, он сказал мне, два дня походишь так, а потом снимешь и новую приклеишь, вот. То есть, два дня передохнёшь, по-моему, сказал, или эти два дня походишь, потом передохнёшь, и, по-моему, ещё раз наклеишь. Вот так он сказал мне, да. То есть, два дня первых сделаешь, по-моему, он сказал, и заново приклеишь. А я боялась намочить, ну, знаете, в пришли разу думаешь, намочишь там что-нибудь, отвалится. Нифига, его можно мочить запросто, можно мыться, он ничего не отвалится, вообще ни капельки ничего не отвалится. Будет держаться как просто, как вторая кожа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok